так всем привет с вами нам у вас и не обращайте внимание на то что мне очень сильно жужжит ноутбук он перегрелся я не знаю что делать надо надо что-то с этим делать он перегревается это жужжание где в плане портит все видео я пытался как-то уменьшить микрофон и как-то чтобы не сильно ну блин так фонит вы спросите в общем после волны черной колоды меня попросили сделать максимальную агру которой я могу я на самом деле в аграх не разбираюсь я совершенно них не разбираюсь я не хреново получается так же как и галгарин я все-таки более-менее как-то попробовал ну блин все-таки попросили его почему бы и нет и составил две колоды моно красную ярость пламени и моно синюю ярость океана обе колоды агрессивны я думаю что в этом выпуске вместо трех раз я лучше по два раза сыграю каждой из них но потому что читайте это однако ну не одна колода одна тематика моно агро ладно так редактировать говорить я буду много еще выпускный сайт большой поэтому не будем тянуть и приступим сразу же к рассказам об этой колоде и так первая колода у нас на очереди это моно красная колода сейчас посолить красный цвет я даже не знаю зачем просто так значит колода но словно на гоблинах в принципе может быть и на вампирах основательно я снова на гоблинах и так смысл я в том что в карты колоде я сделал 60 карт как обычно и 22 карты земли чтобы у меня выпала земля потому что 3-4 земли вначале нужны особенно для моно синюю так как там ну я много карт буду брать и мне нужно там земля больше чем здесь особо не нужно но видим на полна стоимости 5-6 там карт 3-4 в основном 12 стоит так поиски повелителя гоблинов за одну ману чары с 2 плюс 0 учитывая то что здесь у нас много вариантов много гоблинов мы призываем то всем по 2 маны дать и это нормально жители теле на улице без ускорения ну блин то есть один один потом следующих но призываю еще кучу гоблинов и он получает ну довольно большой плюс если допустим противника не будет кем блокировать или тону много вариантов есть чтобы убить его блокировщик или доставить его не блокировать атакуем нормальный урона вынесем гоблин партизан возможно сыграть его за две маны те больше приземки слове скорее немного лучше допустим вот этим вот заклинанием приземки слове двоим там дать ну иступление укушенного атакую с каждом ходу и получает плюс 2 плюс 2 а понятное дело что если нас агрессия то плюс 2 плюс ну если мы атаковать каждом ходу мы так будем поэтому за плюс 2 это хорошо с одну ману отличная шок позволяет набить оппонента позволяет но убить блокировщика чтобы не блокировали нормально далее ответ всяким там белым там магом прочим которые хиляются правом черепа длинное заклинание по идее если там сыграют туман или что-то еще повреждения не могут быть защищены и не могут получить жизни все в этом ходу и три урона еще наносит то есть две маны нормально чтобы там когда будет а миссионер одиночка там прочих таких кинуть это заклинание или там на туман играет он много вариантов чтобы быстрее забить гоблин снижающий путь за 2 маны 2 1 и когда выходит не может блокировать да чем-то напоминает кошку конечно кошка лучше чем он на безрыбье как говорится далее команда кренка за 2 маны призываем 2 2 гоблины благодаря ну это можем настакать себе жетоны на поисков плюс эти фишки усилят поиски поиски усилят их дадут им плюс 2 плюс 3 1 они встанут и уже нормально так ну дальше генератор наших токенов гоблинов он тоже может атаковать получать кучу плюсов за атакующих гоблинов они дают тем что гоблины другие атакуют в каждом ходу но опять таки повторюсь мы и так будем атаковать в каждом ходу это нам не помеха когти молнии на любое существо с одной выносливостью накинем допустим на то уже 11 он станет 41 с первым ударом и даже там самые крутые блокировщики если бы вывести 4 урона либо его заблокируют и он просто убьет всех дальше огор наш с 2 плюс 0 ускорение каждый раз к другой за что уходит тоже замечательная для ага то есть это как бы уже не в самом начале но все равно поводить кучу существ с помощью оград и можно просто там финальное там даже не на четвертом на пятом на шестом где-то на шестом ходу агро уже заканчивается и пора бы уже убивать всех на седьмом уже там конец игры идти быстро за сильными но все равно можно с помощью этого допустим с помощью этих там гоблинов кучу существ как минимум с 3 уронами и с ускорением чтобы так бахнуть ударить и все и конец ну и разлом уничтожить земли то что без полета не могут букировать в этом ходу конечно же против синих там и прочих там с полетом не особо действует но так то можно на 4 мана убиваем землю и все мало того что откатываем оппонента на один ход у него меньше земли у нас больше вариантов больше ходов и так далее так еще и можно просто опять-таки финальном ударе на так если существ потом ударит разломом всем ударить и все и минус оппонент это такая вот карта больше сказать нечего и вообще не буду вообще без лишних слов все начинаем партию и поехали так так ладно руку оставим против нас дирк дигглер 82 года это получается ему сколько 32 правильно 32 года чуваку а он в такие игры играет детские вот он тоже играет какой-то агры ну давайте посмотрим кто победит хотя по идее агро против агры агро против агры это чушь себя бы не ударить случайно теперь думает чем я играю гоблинами или и зетами хотя он тоже может быть зетами а он играет ракдосами хотя у него вполне может быть трехцветка ракдосы это не так страшно нет они тоже представляют особую грозу но если бы я был против демиров или и зетов это было бы намного опаснее я так понимаю команды кренка нет у него будет партизан тогда одно если не выпадет черная команда кренка играть и воде коготочки к повесим но может быть киша шок но я понимаю у него его нет я не буду блокировать да у него по любому что то есть что не вставляет шок оставила потом еще команда кренка гоблин связающий путь ты у нас букировать не будешь но сейчас 4 1 убьет пусть убивает нет он его не убил как-то подозрительно все хорошо идет может у него есть за три мана дадут бейте всех гнев богов это будет очень жестко у него даже маны нет а у него просто маны нет вот в чем проблема это без ухо я уничтожу его красную ману я боюсь что у него будет какой-нибудь гнев богов что такое все все тленное зло он повесит на свой тип план ну вешай и что теперь и что теперь я имею ввиду да либо он просто панул ну блин фильм дт5 что-то не дочитал что-то где-то как-то и и вот что такое он в 7 ну убивая его в принципе а да я даже шок могу не использовать все ну конец мы победили так хорошо идем дальше вот здесь гоблин партизан иступление эта штука да это рука мне нравится че у меня блин е-мое я уже все делаю чтобы ноутбук не жужжал опять против нас что-то красное пожалуйста не будьте резетами будьте грулыми да зелено-красное это тоже которое там в конце наконец основывается под конец уже не будет мне не нравится просто ну например зета у них есть там да силки пустоты он будет просто сейчас вернуть ну сейчас поиски полетели гоблинов и на нем будут жетоны это расстроит кстати рука хорошая две маны больше не надо сейчас сыграем команду кренка например потом скажем партизана да и и иступление то может еще одному она придет там еще да это грулые в принципе тоже нет тоже опасно но все колоды опасны но есть что-то в сочетании с красным наверное игру самые такие для нас безопасны более что здесь правом черепа можем оставлять себе ману и чтобы чтобы жизнь пишет это у него здесь из гоблин лол это ржу не могу это все ничего используешь гоблинов accessibility to build an origin deck что-то он не пишет ну что-то он не пишет есть разница чем не пишет и следующий раз я смогу разыграть партизана да пропустим атаку усилителем потому что он сейчас культивировать использует и никого не вызовет кто его знает да да он использует культивировать он дожапает типа а потому что культивировать это волшебство насколько же все предсказуемо он не использовал в прошлом ходу а у него было две зеленые моно-однокрасные стало быть она выпала в этом ходу да методом дедукции значит решаем ну тут понятно что если он грубыми играет то он даже у нас там четыре повреждения я не буду блокировать у нас остается мана наш шелк я не знаю на что у нас нет отмены у нас нет ничего что могло бы что-то сделать ну хорошо гоблин партизан сейчас остается четыре один правильно я его убиваю я думал он этого не ожидал все так ну ладно блин я не знаю что делать чтобы он так не шумел умоляю не обижайтесь на меня ладно гоблинах я проверил и в принципе могу сказать что ну неплохо но особенно там последние поводил всех вывел плюс один плюс два дал всем пятьдесят четыре четыре сражов за один ход убили на самом деле я когда мальстравами играл я когда тестирую мальстравами очень часто забивает именно моно-красные гоблинами 13 по-моему есть такая хорошая ну там чисто на гоблин здесь конечно там тут гоблинов там пять видов не заставишь нормально ладно переходим в следующий синий цвет я люблю больше чем красный то есть ну как если вам интересно я люблю зеленый на втором месте у меня синий потом белый потом красный и черный еще красный и черный я не особо люблю хотя сочетание красного с синим или зеленым мне кажется самое одни из самых классных не знаю почему мне черный не нравится ладно я уже заговорился к синему переходим я вообще я дал обещание мало говорить потому что ну блин большие дуэли четыре они три две колоды они одна поэтому надо как-то это делать быстренько значит и так колода у нас моно синяя тоже как бы агр тоже двадцать две земли куча существ мало заклинаний хотя для синей можно было бы больше дуэли итак облачный хищник за одну ману 0.1 с полетом за одну ману 1.1 вот тритон вы можете блокировать ну то есть как бы вы уже поняли что это колода солнце на существах с полетом вы можете блокировать далее за одну ману верните целевое существо в руку владельца тот игрок теряет одну жизнь понятное дело я буду возвращать оппонента чтобы он не блокировал он еще и жизнь будет терять тоже хороша для агрессии два уклонения я думаю больше не надо но их они особо мне не нужны то есть если у меня будет существа с полетом у него не будет сейчас с полетом это уже считая не мог быть заблогированы шустрик правое дело не знаю кого у него тащить в руку наверное кошку ну тут больше некого или надоеду хотя я тут тасывал чисто потому что 2-2 за две маны 2 с полетом я хочу вот опять как можно наблюдать да 4 всего лишь это 2 зубца тасса у меня 2 и все остальное у меня 1 2 3 потому что я хочу сделать поменьше это так ладно военная разведка ну понятно да возьмите карту понятное дело что атаковать больше двух я буду постоянно потому что у меня опять таки агрессия пыры пыры гамазоа чисто для контроля но потому что если в начале игра не затянется и оппонент начнет называть крутых существ ну или по крайней мере одно надо чтобы он как то контролил чтобы это одно существование не забило а то иногда такое бывает конечно я агрой вообще почти не играю вот ну разведка понятно карты брать в синей колоде не сделать не тасывать карты с помощью которых я беру карты по моему это очень глупо ну 3 кошечки опять таки это не самое хорошее за 3 маны всего лишь 2 2 но вот лично например гоблина которая дает не блокировать эта кошка дает блокировать потом дает атаковать еще раз не дает блокировать что на 2 хода поворачиваться дрейк ну 3 маны 2 2 с полетом лучше чем кошка потому что с полетом ну 2 3 маны 2 1 ну понятно да я могу повернуть перманент опять таки чтобы не атаковала это существо чтобы не блокировала или развернуть за 3 маны вывести развернуть себе землю и у меня получится на одну землю больше ну далее 2 2 зубца тассы понятно чтобы спровоцировать на атаку например у него 0 4 0 2 то есть он может ими блокировать и он понятное дело будет оставлять на блокировку я за 2 маны поверну 3 2 зубец и он им все атакует то есть 0 4 0 2 он мне нанесет 0 урона но они все повернутся и я смогу затем спокойно атаковать в своем ходу ну и топорик не мог не втасовать потому что реально за малом ни у кого нет ускорения поэтому можно вывести и потом когда у них пропадет боязнь вызова остановить их топорами плюс 2 плюс 0 дать и будет отлично с полетом вы можете блокировать далее там поворачиваюсь там рысью там надоедай зубцем топорами их вооружаю беру много карт и я думаю что здесь тоже будет 2 победы как и гоблинах давайте смотреть так что у нас тут есть в принципе неплохо оставить я почему-то путаю кнопки взять новую руку и оставить руку против нас играет демиры их я не люблю учитывая то что у нас например отмен нет совсем хм они могут нас убивать надо бы еще кого-нибудь чтобы на древнем ходу сыграть разведку и сразу же атаковать взять карту о этот парень идеален надо еще чтобы его не убили демиры это демиры так так я думаю что 1,1,0,1 они убивать пока что не будут нет смысла а он берет карту пожалуйста пожалуйста что он сделает это он думал что это отменить или он реально просто по приколу хм нежели мальстрем я когда доценировал мальстрем меня очень часто забивали агрессией возьмите карту возьмите карту убери пожалуйста так такое он в 7 берем карту берем карту если сейчас придется счетво это будет хорошо а мы его вернем если не придется счетво это будет плохо или можно вместо того чтобы вернуть разыграть рысь например не хочет как хочет так можно разыграть шустрика вернуть тритона и разыграть еще раз тритона но в этом случае это сделаю потом сперва я всеми атакую потому что мне нужна карта ладно у меня есть земля правильно 4 хм ладно здесь можно вызвать надоеду и шустрика надоеду отменяешь отменяй я не против да он ее отменяет предсказывает ну не важно пусть пусть отменивают так что теперь я думаю надо вызвать существ с кого начнем я думаю с кошки кошка отменяю под контролем оппонента это хорошо я все так же тяну карты мне это нравится знаете ли если сейчас может кого-то убить кроме хищника да он играет трехцветный я еще пока не могу понять какой отменят шустрика пусть пусть не знаю что он там делает пусть 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 отменивает отменить существо 2.2 с полетом не так же страшно на самом-то деле на этом у меня заканчиваются идеи я дам кошки незаблокирование не знаю есть ли с мигом которые что он может вызвать я думаю что он сейчас мигом что-нибудь вызовет и убивает всех ладно тритон тритон да вот так тритон все правильно все продолжить у меня есть два возврата мне реально кажется что он сейчас что-то большое вызовет но ни у кого нет защиты от синего да есть от черного от красного от белого и все стоп тут тут нет защита от красного никого от черного и от белого от черного по-моему у этого ангела как-то было а нет не у него защита от демонов и драконов у ангела стропителя зла нет защиты от черного а сейчас во всей колоде только защита от белого ну ладно что ж атакуем атаку и и и и и и и Я его просто отменю. 1, 2, 3. Тра-та-та. Давайте кошку. У меня на все хватает. Уйдет еще карты. А он сейчас не будет сбрасывать, да, он будет сбрасывать только к концу этого хода. Есть шанс, что он победит. Для этого надо убить всех. Такая карта, по-моему, есть. Нет, белая убить всех, но надо 3 белых, он ее не разыграет. Черная есть. Нет, по-моему... Да, в 15-м мэджике нет черной карты, убить всех. Он может выбрать карты. Чего, карт мало. Я так не понял, чем он играет. Он совсем поэтому разыграл 2 отмены, да, и 3 взятия карты. 5 уже, если считать. Чего он там пишет? GG. По-моему, тоже GG. Не то, чтобы было понятно с самого начала, но чем ты играешь, друг? Вот, наверное, сбросил карту. Грязель Бранд. А, вот это вот хотел разыграть. Ну так, для этого надо брать, по-моему, зеленую ману, играть с зеленой маной. А не брать какую-то вообще непонятную синий-черный-белую. У него, конечно, будет много карт в таком случае. Он может менять, но, блин, он же... Земли-то у него не будет. Так. Эх, у меня бы стул скрипит, неважно. Ладно, руку мы оставим, хотя я... Не думаю, что это... Хороший... Самый... Самая хорошая рука, конечно. В прошлой партии, да. В прошлом мне очень повезло. У меня в самом начале выпала разведка, я просто атаковал, убрал кучу карт, опять что-то черное. Ну, хоть не красное. Достал уже красное, красное, красное. Пускай распорезыграты. Я когда-то серого кого-то, куча раз против красного играл, сейчас. К чему это? Ладно, думаю, я не буду возвращать вам в руку, это существо 2.1. Слишком много чести для этого существа. Так. Черно-белое у него. Ой-ой-ой. Не нить ли это жизни? И как оно называется, я особо не рулю. Если это оно, то это очень-очень плохо. Не то, что очень-очень плохо, но... Нехорошо так точно. Плохо это когда агро. Вот потому что агро против агро, она побеждает. Ну, то бишь, есть шанс, что она нас победит. А если вот у него отхил будет большой, это даже не самое плохое, что может случиться. Он, конечно, дотянет игру, возможно, до конца, и мы проиграем, но... Кроме мере, он в начале не ударит. А то... Играл я против гоблинов. Когда тестировать кого-то. Или на видео, или когда тестировал, я уже не помню. Я их протестировал, сразу же начал. Ой-ой-ой, днение разума. Ну, ладно, остров и... Ребятствия. Сбрасываю карты. Чуть-чуть закололю. Не особо оно мне вяжется. Ну, ладно. Давайте посмотрим. Этот парень. И все. Да, и все. Атака. Он нам вылез 2. Без проблем. Ну что ж, надо еда. И мы его повернем. Повернуть. Ману я оставлю в руке. Пусть думаешь, что это что-то крутое. А так. 2, 4, 6, 7. Я его вынесу. Что это за помехи? Какие шипучие. Они мне не нравятся. А на что он начинает делся? Ну, оставлял, что ли, чтобы потом что-нибудь разыграть и убить меня? Черт его знает. Ну, просто если он думал, что кошку заблокировать, так он бы просто разменялся и все. То есть, 3, 2 со смертельным касанием и героизмом, который жертвовать заставляет разменять просто 6, 2, 2, которая вышла, дала свой бонус уже бесполезно. Как-то глупо. Ну, у него ранг новичок, поэтому я тут ничего не буду говорить. Нет, не то, что я... Я вас умоляю, я не считаю себя суперкрутым пан с локером и прям так... Хм, так. Малой тут вообще вписался. Только вчера колоду в руки взял. Нет, я ко всем стараюсь с уважением и... Ну, блин. Все когда были новичками, правильно? Чем прям уж говорить, что они такие глупые и так далее? Ну, просто может... Может, у него реально крутая колода, просто не будет зло. Хотя, по-моему, многие сидят утром новичок, чтобы выйти в оппонентное забуждение, заставить его... Как сказать, потерять бдительность, пустить ему пыль в глаза, потом каким-нибудь хитрым ходом просто растоптать. Ладно, такой он себе я, ну, кроме кошки. Я не издеваюсь над оппонентами. Я не развиваю всякую чушь, когда мы прям сейчас их убить. Все, да, все. Знаете, получается, четвертый раз, да, победили мы. Ну, да, видимо. Вау. Не одного пройдешь. Так. Ну, ладно. В общем, да, особый, конечно, выпуск получил, чтобы было у нас вот... Да, и две, и три победы, но сейчас четыре. Четыре победы за выпуск, из четырех возможно. Ну, так я четыре раза играл, что классно, в принципе. Спасибо, человек, который посоветовал мне агры собрать. Не, в принципе, у меня... Ярость огня у меня до этого была на гоблинах, но я ее не на агроколоду. Не на агрессию ориентировал. Не на начальную. Я так понял, что составить наиболее агрессивную колоду, которую я могу, означало правильно составить... Ну, в смысле, чтобы в самом начале, да, завалить. Начальная агрессия. В принципе, я не особо понимаю, что учесть слово агрессия. Когда есть начальная агрессия, просто агрессивная, просто куча вызывать ее в начале, и в конце там крутых существ постоянно атаковать. Как-то так. Причем, комментарий там был странный. По-моему, там было что-то... Как же там было-то? Так, там было написано... Нам, у вас, сделай максимально агрессивную колоды в своей редакции. Короче, там было написано агрессивную колоды. Я так и не понял, он имел в виду агрессивные колоды или агрессивную колоду. Одну или несколько. В общем, я составил две, потому что я считаю их самые агрессивные. Причем, ну, как... Красная, это понятно, агрессия, да, вначале. Особенно гоблина. Призываешь, там, вообще, ускорение, тыры-пыры. Синяя тоже нормальная, потому что я заметил, что в синей мало того, что с полетом, так те, которые вообще с невозможностью блокирования, плюс они могут поворачивать, возвращать в руку. Тоже неплохо, чтобы, там, за одну, там, ману всех вернуть, там, там, повернуть и так далее. И ударить хорошенько. В общем, вот. Ну как? Просьбу я выполнил. Если будут еще какие-то пожелания, говорите. Что там, какие-то... Нет, в принципе, я сам тут придумываю. Я, наконец-то, решился. Я, наверное, из-за этого покажу и буду мальстрем делать. У меня уже четыре, их я еще не сделал, или кузнецов. Я их тут уже практически отреставрировал, как сказать. Что можно уже и по ним колоды делать. Ну, в принципе... Ну, а что там, например, что у меня... Один друг попросил сделать на Голгаре, потому что, ну, все делают на паучков. И теперь, я так понял, что это мой подписчик, я не знаю, подписчик. А кто еще комментирует мои видео? Попросил сделать агро, я сделал агро. То есть, ну, если бы они попросили, я, наверное, вообще бы агро не делал, потому что я и не умею играть. Несмотря на то, что я победил сейчас четыре раза из четырех, ну, я не знаю. По-моему, просто повезло, или, может быть, я просто играть умею. Я, я не знаю. Ну, агро я играть не умею, я не могу сказать, что... Ладно. В принципе, вот такие вот колоды агрессивные. С вами был нам у вас. Это был... Не знаю, это был, конечно, не спецвыпуск, но необычный выпуск. Две колоды вместо одной, четыре боя вместо трех. Комментируйте там. Не знаю, ставьте лайки, если понравилось. Хотя я не прям так гонюсь за лайками. Что еще говорят в конце видео на ютубе? Успехов вам, удачи, играйте в свое удовольствие. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.